Привет, меня зовут Мадина, и я расскажу вам про ранжирование историй. Истории ВКонтакте, наверное, уже видели все, или в принципе истории, где бы то ни было. Это такие кружочки, и каждому автору соответствует свой кружочек. Внутри кружочка есть истории. И мы в этом докладе будем историями называть именно вот эти кадры, элементы внутри одного кружочка. Ну и с историями можно взаимодействовать, как-то по-разному их можно лайкать, можно на них отвечать, и можно нажимать на разные стикеры по типу вот стикеров-постов. Что же тут нужно ранжировать? Собственно, ранжировать мы будем сами кружочки с авторами. Мы хотим в начале выдачи показать пользователю самых интересных ему людей, чтобы таким образом пользователя завлечь, и чтобы он посмотрел истории. Немного более формально, какую задачу мы решаем. У нас есть пользователь, и для него есть набор историй, которые опубликовали те, на кого он подписан. Моделью ранжирования мы для этих историй можем получить скор. Чем он больше, тем история интереснее. Но тут стоит вспомнить, что мы ранжируем не сами истории, а кружочки. Поэтому теперь нам нужно как-то сагрегировать для каждого автора скор и его истории, и получить уже скор автора, на основании которого мы кружочек поставим в ленте истории. Разберем поэтапно, что тут происходит. И начнем с модели. К тому, что у нас есть сейчас, мы пришли не сразу. Поначалу использовалась point-wise модель ранжирования, то есть, проще говоря, это просто классификатор, который для каждой истории мог нам сказать, насколько история будет интересной. Это простой подход, но не самый эффективный в ранжировании, поэтому в конце концов мы пришли к первой модели ранжирования, аналогичной той, что используется в умной ленте. Мы пробовали по-разному эту модель учить. Мы использовали датасет из просмотренных историй и использовали разные позитивные клики для таргета. Мы пробовали подмешивать непросмотренные истории, но в конце концов сюрприз-сюрприз победила мульти-таргет по первой модели ранжирования. Собственно, как и в ленте, это бустинг над решающими деревьями и обученный ананалоз, про который рассказывал Женя в докладе про мультикритеральную оптимизацию. В историях у нас четыре таргета. Для каждого таргета есть свой набор сигналов. И мы говорим, что таргет равен единице, если для истории пришел хотя бы один из соответствующих этому таргету сигналу. Соответственно, обучаем модель, обучили, умеем получать скорые, а теперь нужно как-то это все дело сагрегировать. Ну, какая функция агрегирующая первая приходит на ум? Наверное, для многих это будет максимум. И максимум, в принципе, ничего плохого в этой функции нет, но в нашей задаче у нее был существенный недостаток. Она не учитывает порядок. А порядок нам важен, порядок внутри кружочка. Потому что истории, которые пользователь увидит первыми при клике на кружочек, они сильно влияют на общее впечатление. Например, если в начале кружочка будут какие-то неинтересные истории. Пользователь заскучает, все закроет и уйдет. Но если там в начале будут какие-то интересные истории, мы таким образом будем убеждать его продолжать смотреть. Ну и, в общем-то, чтобы учитывать порядок, мы решили использовать взвешенное среднее. Чуть более формально, что мы считаем. У нас есть истории для автора. Мы их сначала сортируем в хронологическом порядке. То есть сначала идут те, которые были опубликованы первыми и так далее. То есть так, как они в кружочке появятся потом. У нас есть скор, то, что предсказала модель. И мы считаем взвешенное среднее. Веса мы определяем таким образом, чтобы они обратно пропорционально зависели от позиции в кружочке. Ну, соответственно, таким образом, истории, которые находятся у нас в начале, их скор будет иметь большее влияние на финальный скор. Это, в принципе, то, чего мы и добивались. Для полной картины понимания того, как происходит ранжирование истории, не хватает сюжета про сообщество. Возможно, особо внимательные слушатели помнят, что какое-то время назад истории сообществ группировались в один общий кружочек, и он закреплялся всегда в конце ленты. Понятное дело, что туда редко кто-либо вообще дористывает, и у сообществ были низкие охваты. Это нужно было исправлять. Вы спросите, почему просто не перестать так делать и не пустить сообщество в свободное плавание? Ну, если мы будем так делать, мы заметим, что у нас упадет куча метрик. Начиная от просмотров, заканчивая всякими кликами, теми же лайками, например. Почему так происходит? Ну, из-за того, что мы оптимизируем клики, а не какой-то интерес напрямую или какое-то качество, которое мы, в общем-то, не можем формально задать и прооптимизировать, из-за этого у нас происходят вот такие накладки. И в нашем случае у сообществ в среднем был более высокий скор, чем у истории пользователей. При этом людям, в принципе, больше нравится смотреть на своих любимых друзей, чем на какие-то там сообщества. Поэтому, когда пользователь открывает ленту и видит в начале истории, на первый взгляд, одни сообщества, он может истории, в принципе, даже вообще не смотреть. Хотя там дальше его любимые друзья, но он и об этом не знает. Поэтому нам надо было это как-то исправить. И мы решили, что самый лучший вариант — это выровнять скорость сообществ и скорость истории пользователей так, чтобы у них было примерно похожее среднее. Соответственно, делаем мы это перед тем, как вычисляем скор автора. И таким образом мы уже можем ранжировать истории сообществ вместе с историями пользователей. Кроме того, что эта идея вырастила нам охваты, это то, чего мы добивались, это также вырастило нам кучу других метрик, ну вот в том числе time spent и доход с рекламы. Итак, мы с вами обсудили, как работает ранжирование в историях. Оно использует градиентный бустинг, мультитаргет, перваясь модель ранжирования для скоринга самих историй. Затем выравнивает средние скоры истории сообществ и истории пользователей, чтобы можно было безболезненно примешивать сообщество в общую выдачу. И затем использует взвешенное среднее для вычисления скоров авторов и располагает на основании этих скоров кружочки в ленте. Теперь вы знаете, как ранжируются истории, если что. У меня на этом все.